МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Неспортивный азарт. Задержанный хулиган, разгромивший сквер имени Александрова. Провалили задания. Гастролеры из Воронежа задержаны с крупной партией дизайнерских наркотиков. Осторожно, грабители! Дети и старики первые в списке желающих поживиться за чужой счет. Очень часто жертвами уличных грабежей становятся дети и подростки. Их легче запугать, если на подмогу вовремя не поспеют взрослые, дать сдачи и догнать обидчика ребенок не сможет. По такому принципу зарабатывали себе на жизнь 15-летняя Рязанка и ее 18-летний знакомый. Оба обвиняются в совершении четырех грабежей и одного разбоя. Криминальный дуэт образовался летом прошлого года. Молодые люди быстро сообразили, что вместе способны и без работы решить финансовые затруднения. Первый грабеж, в котором их обвиняют, молодые люди совершили днем 17 октября прошлого года, открыто похитив с угрозой применения насилия у 7-летнего мальчика куртку и кроссовки. Затем с небольшими промежутками по времени они ограбили еще троих несовершеннолетних рязанцев, открыто похитив у них сотовые телефоны. И последний эпизод грабежа девушка совершила самостоятельно, с применением насилия, отобрав 24 февраля 2014 года у 12-летнего рязанца сотовый телефон и деньги в сумме 31 рубля. Затем с ножом злоумышленники напали на 12-летнего мальчика. К счастью, тот лишился только вещей – куртки, перчаток и шапки. Как показывает практика, дети в большинстве своем абсолютно не знают правил поведения с незнакомыми людьми. Объясните им, что не стоит демонстрировать дорогие телефоны в общественных местах и лучше не ходить поодиночке. Люди, которым нечего терять и за 10 рублей, способны причинить большие и иногда непоправимые неприятности. Зачем алкоголикам качели? У них и без того земля уходит из-под ног. Примерно такими вопросами начинается переписка рязанцев, которые незамедлительно отреагировали на поэмпы негодяев, испортивших детскую площадку в сквере имени композитора Александрова. Напомню, неприятное происшествие случилось в ночь на 30 ноября. Неизвестные вандалы изувечили детские качели, ограждение спортивных площадок, баскетбольные кольца и волейбольную сетку. Власти Рязани обратились в полицию с просьбой поймать и наказать хулиганов, которые к тому же выдернули лавочки и урны. Ответственность по их деяниям попадает под статью 167-213 Уголовного кодекса. И наказание за данные деяния будет предусмотрено в санкции до двух лет лишения свободы. А вот, собственно, и они. Двое злорца, одинаковых с лица. И оба очень далеки от здорового образа жизни. Под действием спиртного 30-летних мужчин и потянуло на приключения. А где проживали? Я у друзей жил. Что? Я у друзей жил. У друзей жил? В подвалах? Да. А школа в песочне? Да. На каких улицах? На Советской армии, там где, на Касимовском шоссе? А я это... На Касимовском. На Касимовском шоссе? На Касимовском. Чем живете-то вообще? Где деньги берете? Ну, так себя пьем, кухаем. Работу ищем, короче. А чем площадку зачем-то сломали? Ну, с пьяной. Да, блин, что-то... Это вообще... Я, короче, вообще это... Прозазлился. Ну, с пьяной что-то такое. Вырвал, короче, это, блин. В скамейке, блин. Ты с братом поругался, что ли? Да. Да, мы поругались, короче, блин. Я вырвал в скамейке, потом... Кольцо-то зачем погнал? Кольцо-то, блин, мешало оно мне. Хулиганы признались, что буквально стакан другой отделял их от порыва сдать похищенный инвентарь на металлолом. Но совесть протрезвела первый. Злоумышленники раскаялись и клятвенно пообещали восстановить детскую площадку. Правда, непонятно, каким образом. Так заложено в сознании человека, что с детства и до старости мы побаиваемся врачей и до последнего откладываем визит в больницу. Конечно, в момент обострения недуга никто не думает о смертности от врачебных ошибок, но доказать что-то бывает крайне трудно. Любые попытки царапают лишь верхушку айсберга. Сейчас рязанские следователи разбираются, кто в итоге виноват в смерти шестилетнего мальчика, жителя Спасского района, который умер в местной ЦРБ. 30 ноября мать привела ребенка на прием к врачу с жалобами на высокую температуру. Мальчик был направлен в стационар инфекционного отделения больницы после осмотра его врачом-педиатром. После сделанного медсестрой отделения укола состояние ребенка резко ухудшилось, и через непродолжительное время он, несмотря на проводимый врачами комплекс реанимационных мероприятий, скончался. Пока рано делать выводы о квалификации медицинского персонала и вешать клише, но стоит признать, что в общем молодые люди, получив диплом врача, просто не идут в бюджетную медицину, а то и вообще оставляют эту профессию. А те, кто мог бы стать современными Мечниковыми и Пироговыми, не имеют возможности учиться. В результате мы имеем то, что имеем, но ни при каких обстоятельствах, пока позволяет здоровье не забывать отстаивать свои права. Не проходит недели, чтобы не пришлось разбираться в очередных дизайнерских наркотиках и бесчисленных наркокурьерах. Задержана еще одна преступная группа. Поездка в Рязань, а точнее опасная, но денежная работа в нашем городе была для молодого человека и девушки чем-то вроде повышения квалификации. В родном Воронеже они оправдали возложенные на них надежды наркозбытчиков и получили новое задание. Подсобить на смертельно опасные порошки другой регион. То есть это синтетический гашет. Так я понимаю, я не знаю. А кто знает? Ну, спайс, да, экспертиза, экспертиза. Спайс, да? Ну, спайс, это вот. Вам по сколько лет? Мне 25, а мне 20. Чем вы здесь занимаетесь? Деланием закладки наркотиков. У вас работа такая? Что-то на этом товаре. То есть закладчики, курьеры, да? Да. И какие вещества вы закладываете? На самом деле скорость. Скорость. То есть порошки и, видимо, курительные миксы, да? То есть на протяжении двух месяцев. Да. Все время здесь уже или по этому адресу? Да. У вас фиксированная оплата за вашу деятельность? Нет, там зависит от того, сколько закладок, с кирпичкой. По словам девушки, своего главного работодателя, они никогда не видели. Вся информация приходила исключительно через интернет. Точно так же нарабатывалась база. В день молодыми людьми реализовывалось около 30-40 закладок. Это более трех килограммов в месяц. Много делал курьеров? Один-два. Что, в день? В неделю? В день. Часто курьеров типа один-два, да? А декурьеров? Да, разное. То есть они гордо не знали, у них был неприметный автомобиль, у вас 21-01, 72-го года рождения. То есть они спокойно передвигались на этой машине. Вот видите, это уже готово. Ну, там все поражается. Всю черновую работу выполнял молодой человек. Его напарница, бухгалтер-экономист по профессии, считала количество граммов и упаковок. Благодаря оперативным действиям до потребителя не дошло около 10 тысяч разовых доз. Наркополицейские изъяли четыре вида синтетических наркотиков. То есть ситуация какая? Есть основа так называемая, а обработают, можно, то есть если они покупают математику в аптеке и ее обрабатывают, то получается так называемая куреха. Если купить гематоген, его обрабатывать, то называется синтетический гашиш. Наркосбытчики специально снимали квартиры в новых домах, где соседи друг друга практически не знают. На ближайшее время мужчину обеспечат бесплатным казенным жильем. А вот что грозит девушке, пока неизвестно. Читая криминальные сводки, порой забываешь, что речь идет о Рязани. Стало проще простого поругаться с человеком, убить его за другие взгляды и убеждения, попросить приятеля избавиться от тела, а если и ему что-то не понравится, найти третьего сообщника и спрятать предыдущих двоих. Примерно такой клубок распутали следователи, когда выясняли, от чьей руки в одной из квартир поселка Октябрьский Михайловского района погибли 37-летний мужчина и 43-летняя женщина. В ходе распития спиртного между хозяином квартиры и его соседкой произошла ссора, в результате которой мужчина убил гостью и спрятал ее тело в погребе. Впоследствии он рассказал о совершенном убийстве женщины своему знакомому, и после того, как тот высказал намерение сообщить о преступлении в правоохранительные органы, также убил его и спрятал его тело в том же погребе. Обладателем страшной тайны стал третий приятель, который помогал заметать следы преступления. Сейчас подозреваемый задержан. В России отметили Международный день борьбы с коррупцией. 8 тысяч человек, в том числе 45 депутатов и кандидатов в депутаты, более тысячи гражданских служащих и 500 сотрудников правоохранительных органов. Именно столько людей в течение этого года осуждено в России за коррупцию. Итоги борьбы с ней подвел глава президентской администрации Сергей Иванов. По его словам, в этой области еще много нерешенных проблем, но и конкретные достижения уже имеются. Этой осенью грянули сразу несколько скандалов, связанных с растратой бюджетных денег. В Рязани тоже есть о ком вспомнить. В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении бывшего руководства регионального управления ГИБДД, которые обвиняются в совершении ряда коррупционных преступлений. Так, Алфосов, его бывший заместитель Вышинский и бывший заместитель начальником Реу Тесленко, в зависимости от роли каждого, обвиняются в совершении 34 преступлений, таких как покушение на получение взятки, получение взятки и мошенничество. Уголовное дело было возбуждено 3 апреля 2012 года, когда после получения взятки в размере более 400 тысяч рублей через подчиненного сотрудника в своем служебном кабинете. Сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД России и УФСБ России в Рязанской области был задержан Алфосов. В ходе расследования уголовного дела следователями были допрошены более 500 свидетелей, проведены 17 судебных экспертиз. Следственные действия проводились на территории нескольких субъектов России. Объем уголовного дела составил более 80 томов. Разумеется, только арестами и увольнениями коррупцию не побороть. Нужен системный подход. В Думе проходит чтение законопроекта, расширяющий круг чиновников, которые должны будут отказаться от иностранной недвижимости и счетов. Кроме того, при поступлении на службу каждый обязан будет подробно отчитаться о доходах и расходах, чтобы года через два можно было сравнить, сколько конкретный госслужащий зарабатывал до принятия на работу и сколько зарабатывает теперь. Подходит к концу расследование и другого многоэпизодного дела коррупционного характера. Так, в январе этого года отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Рязанской области Алексея Новикова, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в конце 2013 года Новиков вымогал у одного из рязанских предпринимателей денежные средства за возмещение НДС по исполнительным листам. Днем 23 января при получении в служебном кабинете взятки в размере более миллиона рублей Новиков был задержан сотрудниками МВД России и региональных управлений МВД и ФСБ России. На завершающем этапе находится расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления Федеральной службы наркоконтроля Игоря Туровского, которые обвиняют в получении в 2012 году взятки в особо крупном размере, а именно 6 миллионов рублей. А вот коррупция в органах правопорядка снизилась, и вымогательность стала меньше. И эти данные приводит ассоциация адвокатов. Им виднее. К другим темам. Днем 28 сентября в одном из домов города Ряжска было обнаружено тело 84-летней пенсионерки, хозяйки дома. И без экспертизы было ясно, женщину до смерти избили. Подозреваемых установили быстро. Ими оказались двое цыган – 21-летний мужчина и его 37-летняя знакомая. Как выяснилось, в доме погибшей парочка ориентировалась довольно хорошо. Молодой человек в августе и октябре этого года совершил еще два ограбления пожилых жительниц города Ряжска, а его напарница подозревается в краже из дома погибшей в августе этого года в 40 тысяч рублей. На этот раз на беду пенсионерки злодея обнаружили всего 500 рублей. Старушка увидела незваных гостей как раз в тот момент, когда те искали вещи подороже. Сейчас мужчина, подозреваемый в убийстве, жительница города Ряжска, под стражей, а вот его напарница в розыске. Если вы располагаете какой-либо информацией, незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции или звоните в нашу редакцию по телефону 720020 и 720021. Такой была эта неделя. Не забывайте об осторожности и не становитесь участниками криминальных хроник. На сегодня все. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин